В прекрасном мире жили аксолотли в чистейшей воде с красивыми водорослями. И все в этом мире было чудесно, за исключением того, что этот мир – аквариум. Земля, на которой строили эти аквариумы, принадлежала львам. Каждую неделю привозили новых аксолотлей. Львы отправлялись на земли, где обитали эти создания, для того, чтобы спасти их. Ведь из-за плохих условий обитания и нападения хищников, аксолотли могли исчезнуть навсегда. А тут им предоставляли жилье, охрану и отправляли в новые места обитания. Малыш по имени Боско хорошо подружился с сыном вожака львов Раджаном. Поэтому семью Боско не собирались увозить в другие места. Ну что, Раджан, снова четыре круга. Ладно, Боско, только не плачь, если проиграешь. Сначала попробую выиграть. О, опять тут воду намутят. Никакого спокойствия. Папа, ему хочется подвигаться. Он ребенок. Слушай, Раджан, а не хочешь ли ты поплавать тут со мной? Еще чего придумали. Не хватало еще тут шерсти. Папа, ты же знаешь, вода здесь регулярно очищается. Боско, но не стоит этого делать. Это не понравится отцу Раджана. Твоя мама права. Мой отец меня убьет. Жалко. Ладно, мне пора идти. Скоро ужин. Еще увидимся. Удачи тебе. Львенок как раз успел к ужину. Его отцу, Арнольду, не понравилось, что Львенок вернулся поздно. Пап, ты же знаешь, я бегаю с Боско. Он мой самый лучший друг. Разве может быть дружба между Львом и Аксалотелем? Я знаю. Вы просто ничего не понимаете в настоящей дружбе. Ладно, Раджан, садись есть. Боско не спалось. И он решил выплыть наверх. Эх, как же грустно. Тут к нему подошел его дедушка. Не надо тебе тут сидеть, внучок. Не дай бог упадешь. Деда, ты когда-нибудь хотел жить в другом месте? Не только в этом аквариуме. О, Боско. Когда-то я жил в прекрасном месте. Расскажи, дедушка, пожалуйста. Я был еще совсем мальчишкой. Но помню эту землю. Там было красиво. Воздух, вода, ароматы цветов. И много-много таких же Аксалотли, как мы с тобой. У меня были папа и мама. Они меня очень любили. Пап, мам, смотри какой я быстрый. Наш сыночек стал таким большим. Да. Но как ты оказался здесь? Не перебивай. В один миг все изменилось. На нас напали. Я не разглядел этого зверя. Но он был большой и черный. Только не это. Бежим. Была паника. Все метались. Я не понимал, что происходит. Я спрятался за один из кристаллов. Мне было очень страшно. Я решил бежать через водопад. Мама всегда говорила, если что-то происходит, нужно прятаться в воде. Мне казалось, этот зверх сейчас догонит меня. Но тут я увидел Арнольда. Он ко мне подошел и предложил свою помощь. Сказал, что отнесет меня в безопасное место. Мне было очень страшно и я согласился. Он сказал, что потом вернется и найдет моих родителей. Я очень на это надеялся. Ведь я так любил своих маму и папу. Арнольд принес меня к этому аквариуму и сказал, что это будет мой новый дом. Он сказал, что здесь еще есть аквариумы. И что я буду не один. Так я и стал жить в этом новом большом доме. Моих родителей он так и не нашел. Хоть я и был спасен, но мне было одиноко здесь. Как-то раз я сидел грустил без моих родных. И ко мне подплыла какая-то девочка. Она пыталась развеселить меня. Я сначала сторонился ее. Но потом заметил, что она тоже тут одинока. И мы подружились. Она была необычайно красива. И всегда пыталась меня поддержать. Хотя я видел, что ее тоже нелегко. Так я встретил твою бабушку. Когда мы выросли, мы поженились. Мы жили дружно и спокойно с нашей милой дочуркой и твоей мамой. Но в один день пришел один лев и сказал, что Розе нужно срочно поехать с ним. Что там маленькие экзолотли забились в укрытие и не выходят. Но им нужна помощь. Решили, что именно Розу они не испугаются и выйдут к ней. Тогда их спасут и привезут сюда. Роза очень хотела помочь им. Мы мечтали, что когда этих малышей привезут, это тоже будут наши дети. И будет у нас большая дружная семья. Я все равно боялся за нее. Но она сказала, чтоб я не волновался. Розу посадили в телегу. И конь увез ее прочь. Тогда я видел ее в последний раз. Но что произошло? Через час повозка вернулась. Зволнованный лев сказал, что Роза сбежала. Как? Не может быть. Я тоже не мог в это поверить. Лев сказал, что всю дорогу она сидела задумчиво. И не успели они доехать до малышей Аксолотли. Как она резко спрыгнула в воду и уплыла. Они ее искали, звали. Но она так и не объявилась. Но может что-то случилось. Может она... Она бросила нас и тех малышей, которых так и не спасли. Она часто говорила, что хочет жить в другом месте. Я остался один с твоей мамой. Время шло. В этот аквариум стали заселять новые Аксолотли. Лоне стало немного веселее. Там она познакомилась с твоим отцом. Я немного отвлеклась от трагедии с мамой. Но я каждый вечер выплывал наверх. И ждал, когда вернется моя Роза. Но она не вернулась. Поверить не могу, что она сбежала. Я устал. Дай тебе пора спать, Боско. Я еще посижу. Не задерживайся. Утром Боско встал пораньше, так как он договорился встретиться со своим другом. Эх, мама. Как бы мне хотелось вместе побегать по земле с Раджаном. Дорогой, мы об этом с тобой уже говорили. Это опасно. Тем более, я вижу, вам и так весело. Эх. Наконец, Львенок подошел к дому своего друга. Боско рассказал истории о своей бабушке Розе. Да, Боско. Жалко твоего деда и маму. Да, Раджан. Я до сих пор поверить не могу, что бабушка Роза просто так легко взяла и бросила свою семью. Значит, все это время она врала дедушке и своей дочери, что любит их. Ладно, Боско, не расстраивайся. Отвлекись. Давай уже поиграем. Конечно, Раджан. Я так рад, что ты пришел. Знаешь, что я придумал? Я хочу полазить по этому дереву. Чего? Тебе чего совсем делать нечего? Да ладно, я тихонечко. Смотри, как могу. Раджан кое-как забрался на дерево. И стал звать своего друга на эту же ветку. Довольно Раджан хохотал и прыгал на ветке. Но вдруг он соскользнул и упал вниз. Боско очень испугался. И аккуратно спрыгнул за ним. Раджан. Как ты? Боско. Мне кажется. Я всего лишь подвернул лапу, Боско. Нормально все. Ты чего совсем? Ух, ты видел? Я почти летающий львенок. Только лапка болит. Я испугался за тебя, Раджан. Боско, а ты ничего не замечаешь? Ты о чем? Ты на земле. Ой, срочно назад. Да ладно. Неужели тебе неинтересно погулять здесь? И Боско, недолго думая, решил немного прогуляться со своим другом. Ведь он еще никогда не выбирался из аквадеума. Прогулка была чудесной. Раджан и Боско заручились, что они всегда будут друзьями. Раджан сказал, что всегда будет защищать своего маленького друга. Львенок захотел показать пещеру, где он живет со своей семьей. О, смотри, ты слышал? Какой-то тайный совет моего отца. Пойдем послушаем. О, нет, Раджан, это нехорошо. Да ладно, Боско, меня никогда не зовут на такие советы. А мне интересно. Нет, извини, мне действительно пора. Мама с дедушкой скоро заметят, что меня нету. Ну ладно, Боско, тебя проводить. Да нет, спасибо, я сам. Пока, удачи. Боско вернулся домой. Он не мог успокоиться от восторга, оставшегося от этой веселой прогулки. Родители, к счастью, ничего не заметили. И он решил обязательно повторить еще раз такую прогулку. Аксолотль убежал. А Раджан подошел снова к пещере, в которой был небольшой совет. Он немного смог разобрать разговор. Он слышал, как его отец Арнольд сказал. Нет, еще раз нет. Мой сын привязался к этому Аксолотлю. Не хочу видеть его слезы. Когда это увезут. Что? А чем это он? Но вожак, вы же видите, этот Аксолотль редкого окраса. Заказчик будет доволен. Это именно то, что ему нужно для его коллекции. Вожак, подумайте о нашей выгоде. Когда мы его отдадим? Вот именно, Арнольд. Ведь именно для этого мы придумали план. Грей нападает, а ты спасаешь. Неужели из-за одного Аксолотля мы готовы отказаться от этого плана? Ладно, вы правы. Это действительно выгодное предложение. Придется Раджану найти нового друга. Завтра утром отвезем этого Аксолотля. Предлагаю забрать его сейчас. Пока ты не передумал. Ты ты права, чего ждать? Раджан слушал и не верил своим ушам. Неужели все это время его отец и стая обманывали всех? Под видом спасения несчастных безобидных животных скрывался хитрый план, приносивший выгоду львам. Значит, они крадут Аксолотли, чтобы потом продавать коллекционерам. Но больше всего Раджан был в ужасе от того, что завтра заберут его самого лучшего друга из его семьи и увезут отсюда навсегда. От одной мысли, что он не увидит больше своего друга, бросало в дрожь. Я должен что-то делать. Ну что торопиться? Раджан поспешил к своему другу. Раджан, ты пришел? Что-то случилось? Боско, тебе нужно бежать. Что ты такое говоришь? Это касается твоей жизни. Бежим. А как же мама, дедушка? Ты вообще мне можешь объяснить, что происходит? О нет, поздно. Они идут. Боско, аккуратно спрыгиваем и бежим, чтобы они нас не видели. Я тебе по дороге все объясню. Боско ничего не понимал, но он решил послушаться друга. И спрыгнул вслед за ним. Они побежали прочь. Львы подходили к аквариуму. Лев Грейс сказал привезти повозку. А его дочь Дия заметила, как вдалеке кто-то бежит. Хм, интересно, кто это? Львенок торопился. Он надеялся, что львы не увидели, куда они убежали. Главное, нужно было спасти своего друга. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому